Радио Болткома Всем доброго дня, здравствуйте. Это итоговая программа, которую проведет Юлия Петрик. И Олег Пека, здравствуйте. Да, сегодня у нас темы будут посвящены международным событиям и экономике. Такие две большие глобальные темы. Мы поговорим о том, как развиваются политические события вокруг Украины в отвозе российских войск. О том, насколько это может повлиять и насколько это действительно не является ли просто тактическим маневром с затягиванием времени, перегруппировкой сил. То есть о всем об этом мы поговорим с политологом-международником Карлисом Наукшесом, но немножко попозже. А пока мы поговорим действительно об энергетике, о том, насколько возможно... Отказаться от российского газа. Но насколько и какие последствия это повлечет за собой для простого человека. То есть насколько действительно готовы ли мы к такому и к чему вообще нам нужно готовиться. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним экспертом. Это экс-министр энергетики Юрий Созерлинч, который в нашей студии. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, тема газа на этой неделе, можно сказать, была поставлена во главу угла, поскольку очень много сообщений приходило. И в первую очередь стало известно о том, что Латвия на законодательном уровне хочет отказаться от российского газа. То есть ввести специальный закон, который запрещает поставки российского газа. То есть мы стараемся, конечно, переориентироваться, диверсифицировать свой рынок. И, собственно, чтобы у нас была какая-то страховка, скажем так. Но на ваш взгляд, насколько это реально? Можно ли действительно, как мы говорили за эфиром, повернуть кран? Как выключить свет и просто повернуть рубильник и перекрыть? Ну, конечно, есть сценарий, как это, последний день мира, катаклизма. Конечно, мы не знаем. Это действительно военное положение сейчас в мире. Или на всякий случай в Европе. Тут нечего вскрывать. Идет полноценная война с оружием, идет полноценная война с логистикой. И попадается, что одна из сторон участников конфликта имеет большой поставщик энергии в Европу. С построенной инфраструктурой, с развитым рынком. Полноценный интегрированный участник рынка. И сейчас катаклизма. Мы, конечно, не знаем, что может произойти в результате самого конфликта военной. Может, отключение действительно случится, если это станет оружием. Но на всякий случай, что мы имеем в виду, что мы слышим в мире. Первые санкции на российский газ и нефть объявились в Штаты. С пояснением. Мы прекрасно понимаем, что наши партнеры по НАТО не могут повторить наш. Для них это нужно время и, может быть, вообще нельзя отключиться. Вчера госсекретарь Блинкен очень хорошо объяснил в Брюсселе. Мы понимаем, что газ и нефть отключить просто нельзя. Это следует делать постепенно, быть подготовленным. И только тогда мы можем идти на сокращение. Впервые никто не говорит о никаких сроках. Обе стороны, или все стороны, заинтересованы работающим в рынке. И всякие изменения всегда сопровождаются ростом цен. Начинаются другие цепи логистики, доставки. Естественно, это последствия всегда любого продукта. Что касается того, что вы сказали, что что-то слышно, что, может быть, латвийский законодатель сам возьмет инициативу и скажет, нет, нет, мы отключаемся от российского газа. Насчет нефти у нас нет никаких юридических возможностей. Мы получаем большинство нашего топлива из Мажейкаев в Литве или из Порво в Финляндии, которые до сих пор работали на российской нефть. Но они сами уже понимают, что надо переориентироваться. Что они сделают, так и будет результат. Вернемся к газу, на который у нас есть юрисдикции. Газ, который поступает из России. Это часть газа в общем балансе балтийского финляндского рынка. Очень много газа поступало тоже из, уже сейчас через терминал, видя сначала жиженого газа, он потом превращается в продукт, которого мы употребляем дома и бизнес использует, и использует энергокомпании. Ну, будет очень интересно увидеть в письменном виде. Я тоже занимаюсь бизнесом, и то, что говорится, я не верю, пока это не написано, нельзя сравнивать, это законно или политически. Ну, политический сигнал мы, так сказать, полуслух слышим. Но будут какие-то последствия. Правильно ли я вас понял, что от газа одна Латвия в одиночку не может отказаться, потому что Финляндия и Эстония тоже получают из той же трубы. То есть мы не можем сказать, что мы закрыли эту трубу, потому что две другие страны... Ну, да, есть реалии. Следующий день после начала войны в Украине торговцы начали заполнять газ, иншуканское газохранилище. Абсолютно до сих пор невиданное действие во время зимы и количество, которое там накачано. Это неплохой такой, ну, подушечка. В запасности. Да, допустим, скажем, до осени. Но опять, для всех четырех стран. Терминал, я посмотрел вчера, позавчера работал на полной мощи. Так сказать, мы уже испытываем инфраструктуру физически. Каждый может проверить, как эта вещь работает. Но если мы вернемся, что произойдет осенью, то получается, что что-то нас не хватает, в общем, в рынке этих четырех стран. И поэтому предпринимаются все возможные, обговариваются все возможные варианты, где еще один терминал. является ли он реальным, и что это вообще такое, и сколько это стоит. Вопрос, который, так сказать, я делаю из вашего вопроса, как это будет отражаться на любого жителя Латвии, использует он газ или не использует напрямую. Ну, это будет стоить денег. По-моему, самый реальный кандидат, и уже выразил желание, это Финляндия. Если появляется еще один терминал в Финляндии, ну, мы четыре страны, случай катастрофы с торговлей, с российским газом, ну, мы можем прожить. То есть вот этих мощностей Клапецкого еще в Финляндии не хватит, да? Да, эти два терминала в таком случае мы даже зиму можем пройти. Но я добавлю, с ограничениями, что означает, надо уже начинать беречь газ или вообще любую энергию уже сегодня. А каким образом ее беречь? То есть вот я каждый раз, когда хочу вскипятить чай, я думаю, что мне дороже обойдется, вскипятить в электрочайнике или поставить... Ну, самая эффективная вещь, самая эффективная вещь, потому что мы думаем, что не лето, критическое время. Критическое время будет где-то в октябре, когда нужно отопление. И тут самая первая реакция. Если у вас до сих пор было 20 градусов в квартирах, и, допустим, Рига Силтумс доставлял тепло для таких параметров в жилых зданиях или офисах, то придется подумать о 18 и 17. Оказывается, это огромная часть, которая сразу заменяет газ. Интересная вещь. С начала февраля латвийские большие электростанции, Рижская ТЭЦ 2 и 1, не вырабатывали ни одного киловатта электроэнергии. Мы живем сейчас с других ресурсов и торговли скандинавскими странами. Справляемся неплохо. А почему она не вырабатывала? Дело в том, что за эти годы, два-три, огромное количество введено солнечной и ветровой энергии, особенно наших соседей. Если мы войдем сегодня в характеристику, какие цены, то, оказывается, солнце сделало огромное дело. Вы знаете, вам кажется, что очень пасмурно все время, и мы не видим солнечных панелей в Латвии. Это абсолютно другая картина в Эстонии и Литве. Так что наши соседи сделали хорошую вещь. Общий северно-европейских стран, северо-стах и Балтии, общий рынок, достаточно энергии, достаточно мощностей, и сейчас у нас тоже построены хорошие соединения. Это кардинально отмечает ситуацию, допустим, пять лет назад, даже не говоря уже о том, что было десять лет назад. Мы переживали последний серьезный кризис, когда был дефолт России, по-моему, в 1998 год. Перед этим начало 1990. Но тут нет никакого сравнения. Наши дома гораздо лучше, наши электросети, наши газы, между прочим, наши газовые сети гораздо лучше. Так что это неприятно, когда угроза отключения аварийной, ну, такова характеристика войны. А что может быть с ценами? То есть они сейчас безумно высокие уже, что можно ожидать? Ведь считается, что сжиженный природный газ, он дороже, чем газ природный. Если бы было так, тогда бы Газпром не привозил бы сжиженный газ в Европу и даже в Америку. То, что попазало под санкции Соединенных Штатов. В данный момент возле, ну, близко к Калининграду стоит терминал Газпрома, пока первые, которые они построили. И они готовятся, если что-то произойдет еще в электрических сетях. Они тестировали свой регион. Они будут тоже, в общем, это легенда, то, что газ от ретрофиль как-то может быть особо дешевле, чем сжиженный. Это легенда. Представьте, 2,5 тысячи километров до границы Латвии, до месторождения на севере России. Огромнейшее, огромное количество железа, оборудования. И тут, оказывается, есть альтернатива. Очень развитый флот. 700 танкеров сейчас на плаву, которые транспортируют сжиженный газ по всему миру. Оказывается, это такой же масштаб, что они сравнимы. Так что, этим пугать не надо, но есть одна вещь, которая у нас может повысить. Будет огромное столпотворение купить этот газ. Начнется повышенный спрос, повышенная конкуренция между покупателями. И это, опять-таки, может привести к повышению цены. Ну, опять, знаете, если рынок нарушен, он так и... Европейский Союз, принимая вот сейчас пятый пакет санкций, они не ввели эмбарго на нефтегаз в российскую, все-таки, не рискнули, да, пока. Вот вопрос еще инфраструктуры, она же остается как бы неиспользована, если мы переходим на сжиженный природный газ, покупаем его, берем с терминалов в порту, то что будет с этой инфраструктурой? Надо поддерживать себя. Вы знаете, европейская инфраструктура от этого не пострадает. стремление построить или поставить дополнительный терминал, как немцы сказали, мы уже трех местах повышенный, ну, в темпе строим, как они говорят, маск-стайл, то есть в таком стиле, как Элон Маск построил завод батарей возле Берлина, но то, что опять никогда никто не видел, что можно так быстро чего-то строить. Но это терминалы стоят денег, нет вопросов, они требуют времени, поэтому Европарламент тоже, как будто вчера политической декларации объявил, но там очень интересно, полное эмбарго, но перед этим стратегии перехода, они опять не требуют так выключить и все. Но война не война, но практика, к сожалению, цифры и инфраструктура говорит, мы это можем, мы это не можем. конечно, всем кажется, что Россия сейчас диктует условия, но оказывается не так. Если нет потребителей в Европе, 75% дохода Газпрома, уходит и огромная и огромнейшая инфраструктура, гораздо дороже, которая в Европе. Да, но что будет с этой инфраструктурой, если она не будет использоваться? Да, ну да, я думаю, те, которые ответственны за функционирование больших энергокомпаний, думают немножко дальше, а что будет после? Может быть, уже подводя к итоги, получается ли так, что нам придется все-таки рассчитывать на повышение еще большей цены на газ осенью, и вот то, что вы сказали, что вот плюс 18 сокращение, может быть, отопления, я знаю, что уже сейчас в Германии, по-моему, одна из компаний раздавала малоимущим семьям электроодеяло для обогрева, потому что они действительно уже пошли на эти меры. Абсолютно правильно. Это весь. Я пришел сегодня с плохим. Весь сюда будет дороже, будет меньше. Объясните нам еще тогда популярно, пожалуйста, почему так сильно в последнее время выросли цены, но нереально выросли. Простите, простите. Цены на энергию, почему так растут, из-за чего? Комплекс факторов мы все-таки. Да, если мы газ, конечно, цена на газ, конечно, связана с ценой энергии, но тут я могу вас успокоить. Называемый Норпул или все это большое объединение, где мы торгуем энергией, включая в Латвию и в стране, только 7% производится энергии, которая является с эмиссиями. Газ 3%, 3% всего, и энергии достаточно, и положительную роль играет гидроэнергия, атомная энергия, биомасса, так что там недостатка нет. И поэтому газ, допустим, в данный момент в нашем регионе не имеет ноль влияния на цену. Влияет погода, влияет соединение, я как сказал, никогда не выдано и в Латвии не производится в больших станциях электроэнергии при помощи газа. Понятно. Ну вот еще, может быть, пару слов о том, что заявлено о том, что в Латвии все-таки будут достраивать, строить терминал жиженного природного газа в Скулте, да, это вопрос, конечно, еще до конца не решенный, но он тоже довольно дорого обойдется в 120 миллионов евро. Его возможности какими вы видите? Вы знаете, сейчас идет интенсивная работа и консультации между четырьмя странами и всякие догадки и мистификации. последний отчет сегодня через пару часов назад не прочел, финляндская правительство получило своей газовой компанией Газгрид изучить насколько реально недалеко от местечка Инка поставить плавучий терминал, который уже почти арендован. Цель поставить в этой осенью, но в случае, если это задержится, если что запасный вариант, поставить уже почти готовый причал в Эстонии. Ну, слышите скулды. Я думаю, когда те, которые ответственны за вопрос, сядут с графиками и посмотрят, по моему расчету самое хорошее место это Инка. Тогда мы действительно можем довольно свободно, с малыми ограничениями прожить зиму. Скажите, а вот все эти процессы, это уже окончательно бесповоротно, то есть все мы переходим на, скажем, другой газ. Или еще возможны какие-то исходя из политических ситуаций, какие-то смены курса в экономике. Ну, вы знаете, сейчас время политических деклараций. Этого мы не можем избегать. Это естественно. Политик кто-то должен выдвинуть экстремальные предложения, где-то они должны встречаться с реальностью, и выход будет найден. Профессионалы сейчас работают, поэтому нет никаких сомнений, и они не могут так быстро выскочить и сказать нам уже готово. есть варианты. Дело в том, что у нас прекраснейшая информация открытая для любого, что происходит в электричестве, что происходит в газе. Каждый может получить все эти характеристики. Оператор выдает информацию никогда раньше не виданную. Я думаю, что это как раз заставит сесть за стол тех, которые отвечают за бизнес, еще раз за бизнес, и за обеспечение, и за цену конец потребителей, и политиков. Я вижу, ну, есть возможности избегать катастрофических сценариев. Могут быть неприятности, ну, 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 да, но не сравнивай то, что происходит на Украине. Доверимся профессионалам, так сказать. Да, они за нас воюют. Да, один аргумент. Мы не можем позволить сейчас понизить экономический потенциал европейских стран, мы не можем подействовать на психологию, разрешить всякого рода обработка психологии людей, потому что поддержка общества абсолютно необходимо, особенно в критических моментах. Поэтому я думаю, что будет принят разумный вариант, тем более, что, в конце концов, Россия тоже не может позволить сжечь все мосты. Это была бы катастрофа, но она будет все равно катастрофическая для режима выхода, в конце концов, что они все сумасшедшие. Будем надеяться, что на лучшее. Спасибо большое, Юрий Созелинч, эксперт в области энергетики, нам сегодня рассказал о том, какие перспективы рынка энергетики, в частности, что будет с ценами на газ, где будем покупать, в общем, что у нас ждет ближайшие полгода. Спасибо радиоболтком.